В карбюраторных скутерах и мопедах используется один из двух типов коммутаторов. Это DC, коммутатор постоянного напряжения. Он питается от аккумулятора. Либо оси переменного напряжения. Он запитывается от специальных катушек в генераторе скутера. Коммутатор это такое устройство, которое по сигналу от индуктивного датчика подает импульс на катушку зажигания для возникновения искры. В моем скутере используется оси коммутатора переменного напряжения. На случай, если пропадет искра, нужно иметь подкидной коммутатор. А еще, вдобавок к запасному коммутатору оси, неплохо иметь в своем распоряжении коммутатор постоянного напряжения DC, но о нем позже. Итак, у вас пропала искра. Заменили коммутатор на заведомо исправный, а искра так и не появилась. Займемся проверкой элементов системы зажигания. Отсоединим разъемы от коммутатора. В разъеме коммутатора присутствуют следующие пины. Питание коммутатора, стоп-двигатель, катушка зажигания, индуктивный датчик и две массы. На мультиметре выставим режим измерения сопротивления в Омах. Один щуп садим надежно на массу. Вторым будем проверять элементы схемы. Первым делом проверим специальную высоковольтную обмотку генератора. Вот этот пин разъема. Провод, идущий от коммутатора к этой обмотке генератора, имеет черный цвет с красной полосой. У меня сопротивление 455 Ом. Допустимые отклонения в ту или иную сторону пару сотен Ом. Например, в скутере Honda Elite сопротивление этой обмотки колеблется от 800 до 1200 Ом. Если на разъеме коммутатора этот пин не прозванивается, можно проверить соединение. Здесь расположены разъемы генератора. У меня это соединение переделано под автомобильный разъем. Обычно же он имеет вот такой вид. Если и здесь не прозванивается, значит обрыв по пути к генератору, либо обмотки генератора находятся в обрыве. Статор генератора под замену. Далее проверим цепь стоп-двигатель. Цвет провода черный с белой полосой. Это пин посредством посадки на массу через замок зажигания глушит двигатель. При выключении зажигания сопротивление стремится к нулю. При включении зажигания этот пин перестает контактировать с массой. Помимо замка зажигания этот пин может сидеть на массе через концевик боковой подставки. Это также не позволит запустить двигатель. Или через реле в блоке сигнализации, если она у вас установлена. Ну или просто банально протерлась изоляция провода и он замассировался на раму. Следующий пин это провод на катушку зажигания. Провод черного цвета с желтой полосой. Сопротивление у меня 2,9 Ом. Вполне допустимое отклонение в пару Ом в ту или иную сторону. Если этот пин не прозванивается, проверьте этот же провод на самой катушке. На самой катушке зажигания эта клемма обозначена черным цветом. Также на катушке следует проверить массу. Она обозначена зеленым цветом. Для полной проверки катушки зажигания есть смысл прозвонить катушку с высоковольтной стороны. 10,79 кОм. Значение может сильно отличаться. Быть в пределах от 3 кОм до 12 кОм. Например, новая запасная катушка прозванивается как 1,8 кОм. Хотя она полностью исправна. Если не прозванивается, следует попробовать прозвонить без свечного колпачка. А потом и без высоковольтного провода. Если и так не прозванивается, значит катушка под замену. Следующий пин это сигнал с индуктивного датчика. У меня сопротивление датчика 131 Ом. У вас же он также может отличаться на сотню Ом в ту или иную сторону. Если датчик не прозванивается с этого разъема, попробуйте прозвонить на разъеме генератора. Со стороны коммутатора это синий провод с красной полосой. Со стороны генератора синий с желтой полосой. Если и на этом разъеме не прозванивается, то либо отпал провод от датчика, либо плохая масса на датчике. Но чаще всего происходит просто обрыв обмотки внутри самого датчика. Последние два пина это масса коммутатора. Один из пинов может быть не задействован. Сопротивление должно максимально стремиться к нулю. Иначе ищите обрыв проводки, либо дополнительно посадите этот провод на массу. Как правило этот провод зеленого цвета. Теперь вернемся к коммутатору DC постоянного напряжения. Он очень сможет помочь в дороге, если у вас что-то случилось с высоковольтной обмоткой генератора. Просто подключаем этот коммутатор вместо штатного и подаем плюс от аккумулятора. И едем дальше. Продолжение следует...